Политическая жизнь России Политическая жизнь России почти отсутствует, потому что вся политическая жизнь крутится вокруг Владимира Владимировича Путина, его желаний, и все остальные силы не играют никакой роли. Но вот видите, даже такая схема дает трещин, потому что все же у тебя есть какие-то формальные выборы, ты ищешь поддержку людей политическую своим каким-то сумасбродным идеям. И если оказывается, что этой поддержки и нет, то это все же политическая проблема. Как вы знаете, в Дальнем Востоке, Сибири были большие наводнения. А местные губернаторы, назначенные Путиным, всем этим не справились. Люди были очень недовольны. Еще всегда так. Там и то лесные пожары, то наводнения. Ну, в общем-то, казалось бы, обычные вещи для этих мест. Но назначенные губернаторы Путина не справились с этой ситуацией вообще. Они оказались беспомощными. Конечно же, это вызвало недовольство местного населения. И это недовольство выразилось и вот на этих выборах, которые были в этом году. Это только один такой пример того, как ослабывает власть Путина. На самом деле, конечно, вся эта ситуация дала негативные эффекты для рейтинга самого Путина. Еще там придумали какие-то пенсионные реформы, еще какие-то вещи. Крайне непопулярные среди населения. А главное же то, что жизнь России идет быстро вниз. И люди чувствуют это, что уже очень трудно что ложить. Поэтому, конечно, поддержка путинского режима уменьшается. Но, конечно же, нынешняя ситуация еще более хитрая, как это может казаться на первый взгляд. Путин получил информацию, что вот губернаторы, которые он назначил, не справляются со своими обязательствами. Но здесь есть одно более хитрое обстоятельство, что если эти люди не справляются лесными пожарами и наводнениями, как же они тогда справляются военной мобилизацией, если это будет нужно? Владимир Владимирович хочет вести войны, ведет какие-то огромные маневры, в том числе и в том же Дальнем Востоке, Сибири. А тут оказывается, что люди, которые должны бы провести все это мобилизацию, когда наступает война, они не в состоянии это делать. Они не справляются даже лесными пожарами и наводнениями. Значит, надо поставить новых людей, которые бы справились бы с мобилизацией, если это нужно во время войны. И думаю, это вся суть, что меняют этих губернаторов, в том числе для того, чтобы были бы более нахрапистые, сильные руководители, которые бы при военной обстановке сумели бы что-то там сорганизовать в этих областях и краях. Ну, конечно, это такая, может быть, и спекуляция, но так это все выглядит для аналитиков. Конечно, люди интересуются, что, а какие перспективы, что будет дальше с путинской властью. Но, конечно, идет разговор о том, что уже идет ползучий переворот. Это очень много распространяется, конечно, что недовольство Путиным растет среди олигархов, среди чиновничества, среди силовых структур, потому что глупости, которые он расплодает, это просто фантастическое количество. Ошибка с ошибкой. И поэтому надеются, что власть Путина ослабевает и скоро его скинут уже с поста президента. Очень распространяют вот такую версию. Думаю, Россия очень консервативная страна. И думаю, что это почти невозможно. Возможно то, что Путин болеет, он выйдет в отставку. Вот такие сценарии возможны. А то, что кто-то будет его организовать против него какие-то перевороты, это трудно вериться. Но все же факт является фактом. Жизнь России ухудшается, рейтинги Путина падают, и острота внутренней политической ситуации на самом деле растет несмотря на то, что оппозиция, всякая политическая деятельность в целом подавлена Путиным. Но тоже, что тут особенного? При автократических тиктатурах это все пройденный путь сто раз в мире. Ничего нового здесь нет. И, конечно же, жалко России, что его шансы строить нормальную жизнь уменьшаются каждым годом. И, конечно, это значит падение уровня жизни и, конечно, падение перспектив всего народа, если мы имеем в виду будущее. Но, конечно, ждем, что будет дальше. Посмотрим, как это все будет развиваться. Потому что условия автократии диктатуры у тебя больше никаких других возможностей нет. Есть только... Ждешь, когда же этот диктатор сгинет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...